Депутаты госсобрания предложили упростить процедуру изъятия земель сельхозназначений, если их не используют в течение трех лет или используют с нарушениями. Документ планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании в феврале. Если изменения примут, для конфискации будет достаточно одного нарушения. Проверку будут проводить после трехлетнего срока владения участком. На сегодняшний день надзорные органы могут начать разбирательство, если нарушения обнаружили несколько раз в течение трех лет. При этом за это время собственник участка может смениться, и тогда проверки начнутся заново. Изменения запрещают передачу участка после того, как владелец получил предписание. Депутаты полагают, что изменения позволят упростить ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Если брать данные, например, 1991 года и сегодняшнего дня, у нас миллион гектаров имеется, то есть потенциально для освоения. Но у всех этих земель есть собственник, который не распоряжается этими земельными угодьями. Поэтому если эти нормы, которые наши законодатели предлагают, если они ускорят этот процесс, то это хорошо. С другой стороны, если они, наоборот, внесут сумятицу, а не внесут обязательно определенную сумятицу на рынке земли, это другое. По данным регионального Минсельхоза, в Башкортостане насчитывается 60 тысяч гектаров земель сельхозназначения, которые не используются более 10 лет. На их повторное освоение потребуется порядка 2 миллиардов рублей. Продолжение следует... Продолжение следует...